Всем привет, с вами Диктофон и это у нас информационное видео насчет открытия третьего сезона сервера Eternal Tape по Майнкрафту. Да, может кто-то впервые слышит, а кто-то играл на предыдущих сезонах. У меня есть сервер свой, где мы развиваемся, строим, выживаем. Первый сезон у нас был с ванильным выживанием, второй был больше с уклоном на моды. И вот мы снова вернулись к истокам и будем выживать в ванильном сервере с добавлением некоторых плагинов, которые не сильно будут влиять на наш игровой процесс. Версия игры у нас будет 1.21, IP сервера будет в описании под видео. А единственным модом, который у нас есть на нашем сервере, и то он является необязательным, это именно голосовое общение. В дискорд сервере вы там также найдете файл для его скачивания. Если не захотите устанавливать данный мод, то сервер у вас также спокойно запустится без каких-либо проблем. Также на этот сервер можно попасть как с лицензионной версии, так и с пиратки. Поэтому никаких трудностей по этому поводу не будет иметься. За техническое оснащение у нас отвечает A-Hate Blue. Давайте же его дружно поблагодарим в комментариях за то, что он для нас сделал очень много бессонных ночей. Ну, последние недели точно он провел, чтобы этот сервер жил и существовал. Поэтому я бы вам хотел рассказать о том, как вообще попасть на данный сервер. Проходка на него, к сожалению, стоит денег. И мы ввели эту функцию даже не в укор того, чтобы подзаработать. Потому что сам по себе хост нашего сервера выходит в 2500 в месяц. И если так вот разбить, то это надо, чтобы у нас покупали по 50 проходок ежемесячно. А это, мне кажется, уж очень большая цифра. Поэтому в основном мы тут занимаемся все на своем энтузиазме. Хост буду оплачивать, я сам все-таки работаю. Первая степенная задача это то, чтобы вам было комфортно играть. Чтобы мы вместе могли проводить время и строить какие-то невероятные проекты. Надеюсь на ваше понимание. Конечно же, проходку можно будет получить еще другими способами, о которых я вам расскажу чуть позже. Проходка платная на нашем сервере служит только для того, чтобы подтвердить ваши серьезные намерения на честную игру. Потому что если проходка будет бесплатная, то даже с пиратки человек сможет зайти загриферить. Мы его забаним. Он поменяет ник, снова зайдет и будет снова вандальствовать. Все-таки мы хотим избежать этих вот моментов. Поэтому и сделали проходку со стоимостью 50 рублей. Может быть все-таки некоторых ребят это остановит. Надеюсь на ваше понимание. Была бы моя возможность, если бы я понимал, что все абсолютно поиграли честно. То сделал бы проходку обязательно бесплатной для вас. Потому что я всех вас хочу там видеть. Со всеми хочу пообщаться. Но также у нас будет возможность получить проходку абсолютно бесплатно. Мы будем устраивать довольно часто конкурсы. Они будут у нас происходить в телеграм-канале и в дискорд сервере. Все это есть ссылка в описании под видео. Они будут на разные темы. Что это может быть с постройкой в Майнкрафте. Что это может быть вообще рисунки какие-то из реальной жизни. Поэтому потом посмотрим. Первый же конкурс уже у нас будет завтра. В момент официального выхода сервера. Давайте я вам проведу небольшую экскурсию по нашему серверу. Третий сезон на самом деле разительно отличается от двух предыдущих. Даже тем, что у нас тут уже идет много миров. Сейчас мы находимся в основном. Это у нас такой хаб, лобби. Который будет нас переправлять на другие сервера. О которых я вам сейчас буду рассказывать. Тут, кстати, у нас есть подсказки. О которых я вам тоже чуть попозже расскажу. Чтобы вы имели понятие. На данный момент у нас имеется 4 мира различных. В скором времени у нас появится еще пятый мир. Который будет уклоном на ивенты. Где ребята будут строить интересные события. Которые мы уже будем с вами проходить. И основной, конечно же, у нас будет мир приключений. Я вас могу сейчас даже сюда провести. Посмотрим, что у нас тут будет. Пока что, но абсолютно пусто. Ой-ой-ой. Что это такое? Мы зашли в наш мир. На данный момент, конечно же, игроков еще нет. Потому что официальный релиз будет завтра. А записываю я его сейчас вот для вас. Это как раз таки у нас тот сервер. Где будут происходить основные коммуникации между ребятами. Где вы будете строить большие проекты. И я буду обязательно помогать. Тоже что-то строить. Будем с вами общаться. И создавать новый мир поистине великим. Мы будем знакомиться. Надеюсь, что не будем ссориться. Чтоб все у нас было с вами хорошо. И о чем я вас хочу попросить. Так это о том, что давайте мир приключений будем беречь. Не будем выкапывать какие-то рандомные квадраты. Не будем просто рубить деревья. И не дорубливать их до конца. Или же причинять другой вред нашему ландшафту. Для этого у нас будет отдельный сервер. Чтобы вернуться обратно в хаб. Ну, надо прописать слэш хаб. Как говорится, у меня тут даже будет отображаться. То есть, у вас тоже в чате, когда вы будете заходить в мир. Будет писаться о том, как вернуться в хаб. Но это вдруг кто-то из вас не знает. Следующий же у нас мир идет по счету. Это мир ферм. На котором у нас тоже будет вот то же самое выживание обычное. Ой, тут сид будет интересный, ребята. Тут уже ночь. Я думаю, что тут долго находиться не буду. Но уж очень интересно. Вау, как красиво с этими шейдерами. Вы только посмотрите. Блин. И этот мир у нас будет заточен. Как вы можете сами это понять. Именно на фермы. Основная часть их будет находиться именно здесь. Чтобы в случае чего, если вам понадобится какой-то ресурс. Вы могли спокойно прогрузить его. Чанки. Чтобы на наш мир приключений и строительства никак это не относилось. Чтобы каждый мир прогружался по отдельности. И они все вместе у нас не перенагружались. Я надеюсь, что вам такой процесс будет интересен. Конечно, сид, правда. Немного нелегкий будет. Но ничего, с вами будем постепенно развиваться. Тут вот строить. Я думаю, что буду стримить. Многие ребята, кстати, собираются снимать видео. И тоже кто-то будет стримить. Поэтому следите за новостями. Я об этом всем буду рассказывать в телеграм-канале. В дискорд-сервере. А так перейдем к следующему нашему миру. И он у нас именуется как добыча ресурсов. Его... Офигеть тут везде у нас интересно. Тут уже ползет за мной где-то паук. Что немного страшно на самом деле. И суть этого мира заключается в том, что в какой-то степени у нас здесь может происходить анархия. Потому что этот мир заточен, ну, именно под выкопку. Различных ресурсов, которые нам будут необходимы. То есть тут у нас даже есть специальная команда. Которая вот называется RT. Это рандомный телепорт на определенные вот координаты. То есть вот видите, меня вот сейчас откинуло. На координаты 788, 788. Интересно, конечно же. И это вот в случае того пригодится, если вы зайдете на этот сервер. И выкопают все абсолютно поблизости. Вы так сможете тэпнуться и бежать. Блин, очень красивое место. Вау! Я, наверное, сейчас спалю в кому-то хорошую тут жилу. Но единственный вот факт в том, что мир ресурсов у нас будет обновляться раз в пару недель. То есть в случае чего, если все выкопают, если тут будет тотальная анархия, то вы можете осознавать и понимать о том, что если вы попросите, то мы сможем обновить этот мир. Ресурсы также появятся. И мы вас будем ждать в игре. Так, давайте я пропшу хаб. Потому что вроде бы все эти три мира я наших вот показал. То есть вот этот вот у нас основной мир, где происходит строительство. Этот у нас мир заточен именно под фермы. Он не будет обновляться, он не будет вайпаться. Как вот мы его построили, что там будет, то так и останется. Так же, как и мир приключений. Основные фермы у нас всегда будут находиться здесь. Этот мир будет вайпаться периодически. И мы там будем добывать просто ресурсы. Там не обязательно следить за красотой этого мира. Ну, конечно же, все равно в рамках разумного мы должны это понимать. Так, тут также у нас вот пишется вот про техподдержку. Это у нас iHateBlue. Его вы можете найти у меня в Телеграм-канале, в Дискорд-сервере. Конечно, к сожалению, тут ссылки не кликабельны. Пробовали. У iHateBlue, к сожалению, не очень получалось. Время от времени появляются тут обновления на мои социальные сети, чему я безумно рад и в большом шоке. Единственное, что почему-то ссылка на Телеграм-канал тут не работает. Но это уже проблема плагина. И давайте же отправляемся в наш четвертый мир Шахта. Вы сможете подумать, а в чем-то его прикол. А кто-то, может, поймет, вспомнит детство, молодость. По крайней мере, уж я точно. Потому что чем-то это напоминает мини-игру Prison. И она заключается в том, что мы берем с вами кирку и начинаем добывать ресурсы. За ресурсы мы с вами начинаем получать опыт и монеты. То есть, вот видите, у меня сейчас первый уровень. Жесть, мне его обнулили. Но при этом справа можете посмотреть деньги. Раз в какой-то момент они обновляются. То есть, не все это сразу же сделано. И сейчас я вам расскажу, для чего мы качаем тут уровень. У нас сейчас каменная кирка. То есть, мы можем добывать какие-то вот эти ресурсы. Даже вот если мы добудем алмаз, нам дадут больше монет за его добычу. Но при этом мы его долго добываем. И что у нас тут есть? Особенная команда, которая у нас называется Upgrade. То есть, вводим ее. И тут, как вы можете заметить, мы сможем за одну монету при достижении 10 уровня копать уже не каменной киркой, а железной. И тут вот, собственно, дальше прокачивается алмазная кирка на 50 уровне. Я, честно, не представляю, кто до этого дойдет. Потому что это просто что-то вот невероятное. Время от времени у нас тут шахта обновляется раз в 15 минут. И раз в минут 5, по-моему, у нас удаляются некоторые ресурсы. А все это сделано для того, что мы можем выбрасывать кирки. Но при этом подобрать мы уже их не сможем. Поэтому, если у вас такое случилось, то вы сможете заново нажать про кнопку мыши и забрать ее. Также, если вы, например, выбросите нечаянно свою железную кирку, золотую или алмазную, вы также сможете ввести апгрейд и за одну монетку забрать снова вот вашу кирку, которую вы выбросили. Потому что уровень уже у вас разблокирован. Так, в других, кстати, серверах вы тоже можете посмотреть, сколько у вас монеток. То есть, прописав команду money, тут у вас будет написан баланс. И давайте сейчас я вам расскажу, для чего вообще у нас введена эта механика в игру. На первом сезоне основной валютой у нас был алмаз. Что, собственно, с одной стороны-то и логично. На втором сезоне с большим количеством модов у нас не было никакой уникальной валюты. Потому что ребята развились, ребята не понимают, чем торговать. Кому-то одно надо, кому-то что-то другое. И мы попробовали реализовать данную механику с помощью шахт на третьем сезоне. И здесь именно вот она вот так вот с помощью добычи ресурсов. Вам не обязательно сидеть и 24 на 7 добывать их, чтобы стать богатым. У вас есть много шансов, много возможностей, чтобы получить определенное количество монет. Либо вы можете реально сидеть в этой шахте, либо вы можете выживать, добывать какие-то ресурсы, строить фирмы, и потом их продавать уже ребятам, обменивая при этом деньги. Понятное дело, что цены на определенные товары вы будете устанавливать все сами. И со временем у ребят, наверное, будет увеличиваться количество монет, что, собственно, даже и логично. Поэтому цены на определенные предметы, я думаю, что могут варьироваться изо дня в день, в зависимости от того, сколько тут будет ребят добывать ресурсов. Может быть тут пол сервера будет сидеть, а может вообще никто не будет добывать, и никому эта механика не будет интересна. Но в любом случае мы ее добавили, чтобы внести что-то новое, что-то более уникальное. И я надеюсь, что вы будете пользоваться данной механикой. Вот как по мне, основную часть сервера я на данный момент рассказал. Вроде бы сейчас еще что-то не припомню. Если что, буду, наверное, рассказывать об этом в дальнейшем. Тут вот, кстати, в начале у нас как раз подписаны команды, которые могут вам быть полезными. Что перевести кому-то деньги, введите команду Pay, никнейм игрока, и количество монет, которые хотите перечислить. То есть, ну в принципе логично, но все равно мы с вами решили, на всякий случай, это подписать, чтобы было известно и понятно даже самым новичкам, кто не будет смотреть данное видео. На нашем сервере имеется возможность торговать с другими игроками. Для этого вы можете ввести трейд и ник игрока, а также зайти на один из любых трех миров. Давай, например, I Hate Blue зайдем в мир приключений. Вот мы и с I Hate Blue встретились в миры приключений. Дальше я могу не вписывать у нас команду, а именно зажать Shift и правой кнопкой мыши нажать на I Hate Blue, и мы ему кидаем запрос. Дальше, смотрите, левая сторона это моя, а правая I Hate Blue. Он может предложить мне какой-то товар, либо сумму денег, за которую он хочет купить определенный товар. I Hate Blue, что ты мне предложишь? Алмазы. А я давайте ему в ответ тогда уж деньги отдам. У меня на данный момент 4000. Но вы можете узнать ваши лимиты, введя команду Money. Меня тут заскамили. У меня не 4000 монет, а 1000 монет. Вводим ее и нажимаем на нашу бумагу, несмотря на то, что у нас отсутствует. Вот уровень, все равно сделка у нас все совершилась. И по итогу, с моей стороны у меня начислена 1К, а со стороны I Hate Blue 100 калмазов. Если мы оба с ним согласны, то мы нажимаем на статус готовности. И по стечению 3 секунд сделка у нас совершается. И вот, по итогу, 1К я передал I Hate Blue, а он мне отдал 1 стак алмазов. Я надеюсь, что для вас это понятно. В принципе, трейд это очень несложно. И в случае чего, вы можете в любой момент его отменить. А теперь я расскажу о том, как получить проходку в Майнкрафте. Сначала нам надо открыть наш дискорд и скопировать наш уникальный номер профиля. Следующим же действием уже открыть, ссылка в описании под видео, на Donation Alerts, ввести туда свой ник, написать, что вы хотите получить проходку и также указать там свой ник в дискорде, чтобы мы там могли с вами связаться. Или же вы можете оставить другие ссылки для связи с вами. Также указываем стоимость 50 рублей. Нужна нам связь с вами лишь для того, чтобы вы указали именно тот ник, который вы хотите, чтобы мы добавили вайт-лист в Майнкрафте. А если при потере или то, что вы забудете ваш пароль, вы могли связаться с нами, а мы могли понять, кто вы, и пойти к вам навстречу, поменять пароль в случае чего. Следующим действием надо будет перейти по ссылке в описании на мой дискорд сервер, который называется Хранилище Записей. В информации по серверу найти вкладку роли по реакциям, а там, в самом низу, будет Майнкрафт. Нажимаем на это, и это нам даст доступ ко всем чатам, связанным с сервером Майнкрафт. В чатах, которые вам доступны, вы можете общаться с ребятами, делиться скринами, которые вы сделали по мере игры, также писать о том, что вы хотите купить какой-то товар или же продать, ознакомиться с правилами нашего сервера, и также, в случае чего, скачать мод на голосовое общение. Но сейчас нас интересует вкладка проходка в Майн, мы ее открываем, и снизу видим кнопку создать тикет, нажимаем ее, и у нас создается личный чат админов именно с вами, где вы можете написать нам о том, что вы купили проходку, чтобы мы проверили и удостоверились, правда ли это, или также вы можете сразу же предоставить скриншот о том, что вы сделали оплату, тогда вы просто спокойно напишите уже свой ник в Майнкрафте, чтобы мы вас добавили вайтлист, и вы могли спокойно играть. Также мы вас записываем вайтлист, чтобы знать для себя, в случае чего с вами связаться, или чтобы вы в случае чего связались с нами. Мой ник в Дискорде вам уже известен, поэтому если будет что-то непонятно, можете писать туда. Ну и на этом, наверное, буду заканчивать данное информационное видео, надеюсь, что оно вам было полезно, будем вас ждать на сервере, а если вы что-то не поняли, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях, будем стараться отвечать. А с вами был Диктофон, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и всем пока!